Евангелие от Матфея, 12 глава. Или не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебопредложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо сын человеческий есть господин и субботы. И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их, и вот, там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять субботы? Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы, и так можно в субботу делать добро? Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда, и последовало за ним множество народу, и он исцелил их всех, и запретил им являть о нем. Да сбудете речиное через пророка Исаию, который говорит, Все отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народам суд. Не воспрекословит, не возопоет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленные не переломят, и льна курящегося не угасит, таколь не доставит в суду победы. И на имя его будут уповать народы. Тогда привели к нему бестоватого слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил, не это ли Христос, сын Давида? Фарисеи же, услышав все, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силу и елизей в ула князя бесовского. Но Иисус, зная помышления, их сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившееся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам собою. Как же устоит царство его? И если я силую в ула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силой изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царство Божие. Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хуло простятся человеком, а хуло на духе не простится человеком. Если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему. Если же кто скажет на духа святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Или дерево познается по плоду. Порождение ехиднины, как вы можете говорить, доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из слова сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они в ответ день суда. Ибо от слов своих оправдываешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Но он сказал им в ответ, род лукавый и прелюбодейный, ищет знамение. И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо так Иона был во чреве Кита три дня и три ночи. Так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Ни невитя не восстанут на суд с родом семьи и осудят его. Ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом семьи и осудит его. Ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по производным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятным, выметанным и убранным. Тогда идет и берет с собой сеть других духов, снейших себя. И войдя, живут там. И бывает у человека того последнего хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, Матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И никто и некто сказал ему, Вот мать, мать твоя и братья твои стоят, желая говорить с тобой. Он же сказал в ответ говорившему, Кто мать моя и кто братья мои? И сказал, рукою своей или учеников своих, Сказал, вот мать моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, Тот мне брат и сестра и мать. Аминь. Спасибо, Сандра. Евангелие от Матфея, 12 глава. Он начинал там говорить о том, Что Давид, когда он взял кал, Взял даже хэби предложение, Которое нельзя кушать. И он кушал из-за города. И дальше Иисус сказал в 5 стихе, Что в субботе священники в храме нарушают субботу, Однако невиновны. Потому что по закону это нельзя работать по субботам. Но для священника получается, Что он работал по субботу больше, конечно, Чем в будном дне. И я думаю, что Иисус имел в виду, Что структура, закон Божий, Просто такой, что Есть некоторые законы, Уставы, скажем так, Но чтобы им исполнять, Ты как-то будешь нарушать Другое, вот, устав Божий. И, конечно, Вникает, конечно, вопрос, А зачем? Вот, Бог так сделал. Зачем он не писал какой-то суперзакон Закон без никакой противоречия. Я думаю, что это не противоречие. Это чтобы в течение нашей жизни Мы будем размышлять о том, Что мы сделаем. Например, тот священник, Пока он работал там в храме по субботам, Конечно, думал бы, Ну, я по идее нарушаю все эти законы, Что нельзя работать по субботам. Но я это сделаю. То есть, я думаю, что Иисус хотел, Чтобы они поняли, Что закон — это просто, ну, учитель. Закон — это просто, чтобы нам помочь. Это, конечно, не значит, Не значит, что мы сможем понять Эти, ну, заповеди Божии И думать, ну, я свободен тогда делать То, что я хочу послушность, Это ни при чем. Я могу нарушать без проблем. Нет, это слишком примитивно, конечно. И Иисус имел в виду, Что я хочу, чтобы вы будете понять То, что вы делаете. Не делайте просто на автомате, Что, ну, ладно, это то, что Бог сказал, Мне надо это делать. Подумайте. Понимаете, что если ты это делаешь, Как это добра, Допустим, ты священник, Ты работаешь в храме по субботам, Ты фактически нарушишь Другие законы. И, наверное, он особо поднял этот вопрос Насчет хлебопредложения, Потому что он, конечно, дал нам хлебопредомнение. И для нас это ни при чем Собраться, предомнение хлеба делать, Кушать хлеб. А для Евра и первого века Это, наверное, очень сложно понятие, Что разве это не только для священников? Разве я, как обыкновенный, Не очень духовный человек, Разве я могу это кушать? Иисус имел в виду, Да, ты сможешь. Давид был из колена Юдина, Он не был левит, Но при нужде даже хлебопредложения Он кушал. И так постоянно Иисус имел в виду, Что не думайте, Что религия это только для специалистов, Что это только для священников. Это и для тебя. Не думайте, Что это просто слишком чудесно для тебя. На самом деле Бог хочет. Будь с тобой в общении. И там в 11 стихе Он сказал, Кто из вас, имея одну овцу, Если она в субботу упадет в яму, Не возьмет ее И не вытащит. Это именно то, Что Иисус имел в виду, Потому что перед Иисусом был полной человек. И Фарсион считал, Что это нельзя исцелить тот человеку в субботе, Потому что исцеление является какой-то мере работы. И Иисус имел в виду, И Иисус имел в виду, Что он является мой овец, И я буду ему вытащить, Так как ты так сделал бы, Да, с твоим овец, Который упадет в яму. Ты будешь сразу помочь тот человеку. Получается тогда, Что Иисус читал, Что ради одного овец Все-таки можно делать. И я думаю, Это знак до таком степени Индивидуал имеется значение для Бога. Хоть один человек, Хоть весь группа, Хотят, допустим, креститься, Хотят, ну, Что нам надо все равно для им. Потому что хоть один человек, Спаси не хоть одного, Душа является так чудесным, Что тот человек будет жить вечно. Это чудесно. После того, Что Иисус сделал столько добра, Исцелил тот человека, В 14 стихе, Фарисей же, Ищечи имели завещание против него, Как бы погубить его. Это типично, Поскольку ты кое-что добра делаешь, Другие сразу нападают на тебя. Это закон жизни. А, конечно, сперва, В нашем духовном пути, Мы, наверное, так не поняли. Это был для нас какой-то шок, Что я кое-что только Намерал добра делать, И они нападали на меня Для этого. Но это фактически ожидаемое. Потому что, Так Иисус сказал, Что ваши глаза злые, Он сказал, Из-за того, Что я добрый. И постоянно так получается в жизни. И так, Не удивляйтесь, Если получается так, Что ты кое-что хорошего делаешь, Добра, Чистого сердца, И людей нападают на тебе, Из-за этого. Это закон жизни. Когда это случится, Это для нас как-то неожиданно, Как-то неприятно. А поскольку читаем Библию, Поскольку размышляем особо О жизни Иисуса, Мы понимаем, Что это закон, Так и должен быть. Это цена, Это стоимость Нашего доброта. Есть тему здесь, Что столько народа Постоянно, Постоянно последовали за ним. Мне кажется, Он это не хотел. Он сказал в 16 стихе, Он запретил им Объявлять о нем, Потому что написано Пророке в 19 стихе, Он не воспрекосновит, Не возопьет, И никто не услышит На улицах голоса его. То есть Иисус взял Какое-то пророчество О него, О себе, Где написано, Что он, Как Мессия, Не должен Поднять Свой голос На улицах. И сказал, Поэтому я вам скажу, Что это нельзя, Я запрещаю вам Объявлять Объявлять о мне. То есть он взял Какое-то пророчество О себе И сказал, Что это для вас. Написано, Что мне, Как Мессия, Это нельзя для меня Воспрекосновить, Не возопьет На улицах. Поэтому я скажу вам, Так нельзя делать. То есть Мы здесь видим, Что если человек Во Христе, Значит все то, Что право Об Иисусе, Сейчас прав О Него. Тогда, Когда человек Принимает Крещение, Он присоединяется Со Христом, С Иисусом. И все то, Что право Об Иисусе, Сейчас прав Об этом человеке. И так, Так как Иисус Был Потомок Аврамова, Возлюблен Сын Божий, Мой тоже, Поскольку мой Во Христе, Поскольку мы приняли Тот окончательное Решение Быть с Ним. Мы являемся Во Христе. И все то, Что прав О Него, Сейчас И у нас. Двадцатый стих. Трости На одном Не переломить И вина. Куряш 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 Я понимаю, Что он Имел в виду, Что если я Вижу Какую-то Жизнь Духовном Плане У человека Это моя Должность Раздуть Раздуть В жизнь Чем считать Что О, Это так Славый Тот человек Такой Славый И Получается, Что Если он Видит Кое-что В нас Какой-то Потенциал Он будет Тогда Раздуть В жизни Чем Просто Вот Сказать, Что это Недостаточно Я буду Просто Переломить Этого Троста Который Как-то Не дают Хороший Свет Или Эта Льна Которая Очень Слабая Дает Свет Он Не будет Угасить Наоборот Он будет Раздуть В жизни Это Почему Здесь Мы Все Являемся Тех Допустим Длина Или Трости Которые Не очень Силны Которые Не дают Свет Так Как Надо Ну Написано Что Длина Крящая Свет Он Не будет Угасить То есть Какой-то Свет Есть Там Какой-то В жизни Есть Но Очень Мало Но Он Будет Пробовать Раздуть В Жизнь Этого И Это То Что Он Пробывает Делать И С Нами Сегодня Он Сказал После Всех Чудесей Истеления 28 Если Я Духом Божьим Изгоняю Весов То Конечно Достигло До Вас Царствие Божье Значит Что Как Он Поступил Как Он Был Это Похоже На Царствие Божье На Будущем Мы Говорим Что Иисус Придет Он Будет Оставать Царствие Божье На Земле А Как Это Будет Я Думаю Что Как Иисус Был Пока Он Был Слез На Земле Это Так Будет Вечно Царствие Божье Если У Нас Настоящее Есть Любви К Иисусе Если Мы Ему Очень Царствие Божье Для Нас Много Людей Переживают Насчет 31 Стихе Хулия На Духа Не Простится Человеку Я Думаю Что Он Гаврил Там В 30 Стихе Тех Которые Против Иисуса Тех Которые Растучают То Тех Которые Специально Специально Против Иисуса Но В каком Плане Это Не Проститься Человеку Потому Что Саул Был Такой А Иисус Ему Простил Я Думаю Тогда Что Хулия На Духа Значит Когда У нас Есть Ну В принципе Это Значит Когда Человек Не Хочет Покаяться Я Сказал Бы Так Когда Человек Твердо Решается Как Саул Цар Из Лаилева Твердо Решился Что Я Не Ведение Сделал И Все Равно Бог Ему Простил И Так Я Не Думаю Что Есть Какой-то Определённый Грех Который Не Простится Человеком Просто Значит Что Вообще Если Человек Не Будет Покаяться Тогда Это Однозначно Тогда Бог Не Будет Ему Простить Он Не Даст Прощение Если Человек Просто Твердый В этом Путь Растучает И Против Иисуса И Против Меня Так Как Он Сказал В 30 Стихе Если Человек Так Твердый И До Конца Свой Дни Не Не Хочет Обратно Но Он Сам Решил Это Не Только Вопрос Что Он Не Простится Это Из-за Тому Что Точно Этот Человек Не Хочет Никакого Прощения Треть Шестой За Всякое Праздное Слово Какое Скажет Люди Дадут Они Ответ В День Суда Ибо От Слов Своих Образдаешься И От Слов Своих Отсудишься Я Понимаю Тогда Что Когда Иисус Придет Суднген Он Будет Как Наверное Похоже На То Что Играть Какое-то Видео В нашей Жизни Видеоклипа Нашей Жизни Что Во Ты Так Гаврил Ты Так Сказал И Из-за Того Что Наша Память Очень Ограничена Мы Не Сможем Например Вспоминать Какие Слова Мы Гаврили Допустим 16 Августа 1998 Году Пятого После Обеда Мы Просто Не Помним А Для Бога Он Конечно Все Как Записался И Иисус Имел Ввиду Что Ваши Слов Стол Важны Это Так Как Иисус Будет Как Играть Обратно К нам Тот Запис И Мы Считаем Что Слов Слов Это Не Стол Важны Что Самое Главное То Что Ты Делаешь В Юридическом Плане Это То Что Ты Делаешь Это Не То Что Ты Говоришь Не То Что Ты Думаешь Это Ни Чем Потому Что Он Самое Главное Хочет Наш Ум Наше Сердце Если В сердце Мы Как То Думаем И Тогда Наши Слов Соответствуют Нашим Мышлениям Тогда Это Для Него Очень Важно Потому Что Он Смотрит На Сердце Человека Поэтому Суднеген Является Процесс Это Не Просто Здравствуйте Данкент Игорь Или Кто Да Ты В царстве Нет Не Будешь Есть Процесс Через Того Он Будет Как То Все Обсмотреть В Нашу Жизнь Конечно Как Механически Это Все Происходится Довольно Сложно Представить Потому Что По Иде Это Требуется Очень Много Время Для Каждого Человека И Тогда Вникают Вопрос Ну Раз Мы Будем Все Там Стоит В Очереди Если Для Каждого Человека Получается Допустим 60 Лет Обсуждения Его Жизна Как Быть А Все Все В Очереди Река Я Просто Думаю Что Значение Время И Место Настранство И Тоже Вот Изменяется Чтобы Вполны Это Возможно И В 42 Стихе Написано Что Царица Южная Восстанет На суд С родом Син И Осудит Его Она Приходила Вот Где Вот Земли Послушать Мудрости Соломонов И Они Не Хотели Тот Мудрости Иисуса Слышать Это Предполагается Что Процесс Судного Дня В Одном Плани Вроде Как Того Публично Мы Не Только Будем Слышать Наш Суд С Иисусом А Тоже Мы Будем Присутствовать Как На Суд Каждого Человека Это Очень Длинное Сложно Процесс Хотя На Рамках Нашего Понятия Времени Это Может Быть Вполне Только Ну Пол Секунд Почему Потому Что Если Иисус Пришел Допустим Прима Сегодня И Все Получили Вечную Жизнь И так Далее Мы Вообще Не Были К этому Мы Вообще Там Мало Поняли Его Милости Мало Поняли О Нашей Собственной Жизни И Тем Более Мало Поняли О Друг Друге С Кем Мы Будем Вечно Жить Поэтому Кажется Что Должен Быть Такой Уникальный Процесс Чтобы Чтобы До Конца Познали Бы Самого Себе И Не Только Познали Бы Самого Себе А И Тоже Познали Бы Друг Друг Представайте Если Каждое Дело Каждое Слов Твоего Жизни Достаточно Представайте Человека Связано К Этому Дела Это Страшно Комплексировано Это Слишком Для Нас Тем Более Ты Это Слышаешь В жизни Каждого Человека Который Раз Жил Или Раз Будет Присутствовать Босудом Ден После Этого Опыта Мы Будем Не Только Очень Мудры Мы Будем На Самом Деле Познать Ум Божий И Дух Иисуса Христа Кстати Иисус Сказал Сороковой Стих Как Иона Был В Чрев Якита Три Дня И Три Ночи Так И Сын Человеческий Будет В Сердце Земли Три Дня И Три Ночи Помните Как Бог Отправил Иона Проповедовать Нинебе И он Это Не Хотел Поэтому Он Был В Море Пробывал Плавать Куда По Другому И Шторм Был Буря Они Бросили Иона В Море И Кит Пришел Он Там Был Внутри Кита Три Дня Три Ночи Потом Кит Бросил Ему На Плаже И Он В конце Концов Шел Ниневе Проповедовал Ниневе Покаялась И так далее И Иисус Сказал Что это Похоже К нему Что он Тоже Будет Три дня И три ночи Сердце Земли То есть После смерти Его Но Ионы Но это Случилось С Ионой Из-за Его Грех Иисус Сам Не согрешил Но я Понимаю Что он До таком Степени Как-то Присоединялся С грешниками Что Его Смерть Будет До конца Чтобы Он Мог Сочувствовать С нами Как Грешники До самого Конца И Когда Ионы Был Прошен Там На Плаже Из Чрева Кита Это Так Как Воскресение Иисуса И Сразу После Этого Иона Шел Проповедовать Язычникам И Иисус Тоже Это Сделал Не Сам А Через Того Что Он Отправил Нам Проповедовать По Всему Миру Получается Тогда Что Мы Являемся Иисуса Каждый Раз Когда Ты Поднимаешь Вопрос Иисус С Человеком Фактически Ты Являешься Сам Иисус Потому Что Мы Во Христе И Опять Я Повтораю Что Тот Процесс Идентификации С Иисус Начинается В том Что Человек Решил Твердо Креститься И Становиться Во Христе Есть Колоссальные Огромные Разницы Между Тех Которые Толки Интересуются Или Вообще Не Интересуются В Иисусе И Тех Которые Твердо Решили Раз И Для Всегда Что Я С Ним Я Не Буду Дальше Гулять Я Не Буду Дальше Калябаться Трайфовать В жизни Я С Ним И Во Христе И Как Я Сказал Мы Тогда Являемся Самым Иисусом В этом мире И Самое Главное То Что Добавить Хотя Толика Нет В Ислам Тоже Нет Значит Плохо